Я хочу, чтобы мы сейчас послушали цитату из, кстати, твоего, как это сказать, однополчанина, или как правильно говорят, когда вы в аэропорту воевали, по-братиму, да? Ну, на самом деле, мы там братьями, наверное, все срали. Вашего брата, бойца Ивана Шестюка, с воздуманием Дуберман, у него спросили вот об обороне аэропорта, и он сказал свое мнение. Посмотрим, обсудим. Я бы, честно, Андрей, тебе сам такого вопроса не задал, он бы мне даже в голову не пришел. Но вот как, ты думаешь, ради чего было все? Вот потому что не пришел бы в голову, поэтому, наверное, и его задавать как-то неправильно. Это было ради всего, и, ну, как это, конечно, так обширно звучит, ради всего. У каждого был свой мотив. Дуберман отличный человек, и он мог это сказать и в сердцах, и так далее. У меня нету к нему ни одного вопроса по тому, что там было, и как он там себя держал. Вот. Нюанс в том, что суть иногда не сразу видна, там, ясно, да, там, некоторых вещей. Но для каждого, я думаю, кто там был, это было не зря. Он туда поехал, туда никого не заставляли ехать. У каждого спросили, кто не хочет ехать. И были люди, которые там говорили тоже, что, ну, нет, ну, там, вот, чувствую, что не могу там, или там, вот у меня там горло болит, или еще что-нибудь. То есть, если он туда поехал, он тоже знал, зачем это. В первую очередь ехали туда за тем, чтобы ребята туда вытащили. Скажем так, мы приехали, мы увезли оттуда раненых всех, всех, кто там был раненый, только один двухсотый, получается. Они, насколько я знаю, выжили. Вот. Это уже того стоило. Многих ребят оттуда вывели, да. Выводил Халк, там, выходили, там, Рахман выходил с Зенеком. Ну, выходили люди, как бы они вышли, они тоже сохранили себе жизнь. Ну, вот. То есть, насколько это было надо. Если бы, допустим, мы туда не поехали, что было бы с этими людьми? Ну, реально, они бы, как минимум, частью своей, ну, оставили там жизни. И этих жизней было бы больше, чем вот сейчас, по факту. Плюс нельзя было вот так вот просто сдать кусочек обороны. В любом случае, выходить должны были все. Это должно было быть, ну, поэтапно. Нельзя было там уйти с вышки, там, да, и не уйти с нового терминала, там, или уйти там с пожарки, на которой тоже были наши ребята. О них мало говорят, но это был Максим Рязаныч, я позывной Адам, они там взвод снайперов держали. То есть, это все строилось, как бы, мы поддерживали друг друга, и это была такая коллективная работа, такая небольшая линия обороны. Сейчас, когда, ну, на это все смотришь, конечно, можно было, да, перед вторым взрывом, если бы прочитать это заранее, эвакуироваться. Наверное, это было бы самым правильным. Но то, что мы там были до последнего дня, и то, что мы там держались, вся же Украина смотрела, ну, я не знаю, были люди, которые не интересовались, ну, может быть, где-то были. Но это, ну, насколько это, опять же, людей, я думаю, сплотило, и насколько, ну, мы тоже это чувствовали. Ребята, Беня, Женя Яцина, как он звонил, там, по-моему, его звонок потом где-то в эфире тоже проскакивал, как он говорил, что все нормально, не переживайте. Андрей, я не...